Итак, друзья, добрейшее всем утро! И прежде чем мы сегодня начнём, у меня для вас несколько спойлеров. Я не говорил ещё об этом, но где-то, наверное, месяца два назад приобрели двери на весь наш дом. Здесь их шесть штук. В целях экономии, ну и так как у меня строительная тематика канала, я отказался от монтажа дверей и решил всё это делать своими руками. В этих дверях сейчас не врезаны замки, не врезаны петли, всё это мне придётся вырезать самому. Также нет запилов на доборе, никаких совершенно, то есть всё метражом, просто метраж. Идём дальше. Я уже вам не раз говорил, что в ближайшее время я планирую эту лестницу замостить ступеньками. В одном из видео я рассказывал, как я хочу это сделать. Это как раз видео, где мы укладывали напольную плитку. Наверное, меня не так поняли. Под ступеньки я хочу делать керамикой, а ступени будут из фанеры. Третий спойлер напрашивается сам собой. Это ламинат. Скоро его нужно будет приобрести и постелить на втором этаже. Пока я его не приобрёл, я не могу поставить двери. Нормальные двери. Вы же понимаете, что эти двери сделаны временно. Это мне просто по случаю достались, и пока они выполняют функцию запоров. Потом мы их уберём, конечно же. Новость номер три. Моя дочь занялась творчеством. И я всячески это поддерживаю, так как в прошлом я сам художник. Я закончил художественно-графический факультет. Вы сейчас поймёте, к чему я всё это веду. Дальше. На нашем сайте жарковский-мёд.рф Ну, будет такая реклама, не реклама. Теперь появились новые позиции по деревообработке. Перейдите, кстати, посмотрите. И оцените, стоит ли нам продолжать в этом же духе. Понятное дело, что лучше с молоду подготовить себе плацдарм для нормальной старости. И потом заниматься любимым делом, получая из этого какие-то дивиденды. Говоря о будущем своём творчестве, понятное дело, что без инструментов работа не пойдёт. И поэтому сейчас я хочу сделать обзор на один из немногих станков, которые я сейчас коплю для своей мастерской. Он внизу, пойдёмте. Этот выпуск не единственный на этой неделе, поэтому, если несложно, отнеситесь к нему благосклонно. Вот идея. Вот такую торцовочную пилу я взял. И хочу о ней, конечно, немножко рассказать. Всё, что сказано мною выше про двери и про рамки, и про многое-многое другое, что связанное с деревом. Даже тот же самый ламинат, о котором я говорил, для всего этого нам она просто была необходима как воздух. Я сейчас её открою и вам всё покажу. Я надеюсь, моя жена не узнает о том, что я на кухне пилил торцовочной пилой. Но вы же никому не расскажете, братцы. Сразу начну рассказывать, потому что я уже, в принципе, что-то понимаю в этом. То есть, в комплекте идут щётки запасные, шестигранник, инструкция по эксплуатации, мешок для пыли. Помните рекламу в советское время? Рама карбон, задний амортизатор, 27 скоростей. Примерно что-то такое я сейчас и вижу. Весистая штука. Я сейчас коробку уберу на пол, а тут достану аппарат. Так вот он ты какой, да? Ну и получается, в коробке больше ничего и не остаётся. Так, из коробки, друзья, аппарат зафиксирован двумя болтами. То есть, я не могу его сейчас поднять, я не могу им катать. Просто потому, что для того, чтобы поднять, я должен вот этот шплинт вот так завернуть. После чего режущая часть его начинает подниматься и опускаться без проблем. Ну а для того, чтобы он у меня катался, нужно расслабить вот этот винт. Убираем защитную картонку. Идём дальше. Это я посмотрел. Сейчас нужно посмотреть, как лазер светит. И подсветочка тоже интересна. Это удлинители на длинные заготовки. Это понятно. Эта штука тоже, по-моему, изымается для того, чтобы пилить на 45. Прелесть. И здесь ещё где-то должны быть удлинители для длинных заготовок. С задней стороны освобождается винт. И можно выкатить на любую длину. Также есть ограничитель пиления. Если небольшие бруски, можно настроить любой размер ограничителя. Так. Это понятно. И здесь то же самое, да? Так, нашёл ещё один рычажок. Скорее всего, этот упор является защитой задней стороны, чтобы сделать платформу больше. И для этого, наверное, нужно немножко аппарат поднять. Здесь ослабить конструкцию. Вот так. И мы можем выдвинуть защитную платформу. Всё. Есть вариант фиксации в любом месте, чтобы она не ездила. Если, например, хотим пилить всего лишь в одном направлении, то нам не надо, чтобы ездили рельсы. Ну, а теперь, собственно, уже, наверное, пришло время это всё дело подключить к сети и посмотреть, как это работает. Я знаю, что здесь есть отметка лазером по пилению. Здесь есть подсветка для вечернего времени суток. Вы же любите ночью пилить. На самом деле, правильнее всего было бы, наверное, пилить на улице. Но мы же читаем с вами инструкцию. А в инструкции сказано, что пользоваться данным устройством можно только при температуре от плюс 5 до плюс 45, по-моему, или 35. Короче, только в тепло. А сейчас на улице минус 23. Не получится. Мы же с вами договорились, что вы моей Жене ничего не расскажете, Женьке. Вот. Поэтому пилить мы будем здесь. А пилить мы будем именно заготовки, которые я делал дочери лобзиком для её картин. Но вначале нужно установить пылесос. Так, напомню, что производитель предлагает использовать вот такую вот замечательную штуку, которую нужно менять раз там в пол наполнения мешка. Вот. Но в моём случае это не пойдёт. Я хочу использовать пылесос. Пылесос. Ну, просто потому, что это полумера. Нам нужно прям защитить кухню от пыли. Хорошенько. Штепсельную вилку от нашего прибора мы подключаем к пылесосу. В пылесосе включаем функцию работать от прибора и сети. Обязательно используйте средства индивидуальной защиты. Таким образом, теперь, включая прибор, у нас будет включаться сам пылесос. Так. О, лазер. О, фонарь. О, лазер и фонарь. Оказывается, каждое нажатие кнопки включает одну функцию. А это не кнопка. Насколько это ровно, я могу проверить с вами по салфеточке. Так, включаем лазер. Настраиваем линию салфетки ровно по лазеру. И теперь, опуская диск, он попадает прямо туда, куда нужно. Но прежде чем пилить, мы, конечно же, всё это должны с вами проверить. Братцы, вот это огромное количество заготовок я пилил простым лобзиком. Потому что тогда у меня не было ничего. Это было всего лишь года полтора назад. Как там есть такая замечательная фраза, мне всего лишь 38 лет, я ещё не знаю, кем стану, когда вырасту. Так вот, я уже потихонечку начинаю определяться в жизни, и у меня появляются свои какие-то хобби, мысли. Набор этого инструмента – это вклад в моё будущее профессиональное творчество, на котором я буду зарабатывать какие-то монеты. Но для этого мне нужна мастерская, которую мы с вами, скорее всего, в этом году и начнём изготавливать. Мастерская, гаражи, много дел, друзья, много. Много чего ещё мы сделаем с вами вместе. А инструмент, который я пока есть возможность приобретаю, в дальнейшем будет мне нести очень полезную службу. Есть у меня мысль, у дочери в комнате надо уже придумывать какие-то дизайны. И вот я сейчас сделаю ей размеры разных картин, и она потом соберёт классную аппликацию своими руками. Переиграю размеры немножко, то есть самые большие рамки я использую для центральной картины, остальное уменьшу чуть-чуть. Подсветку включаем, где он там? Подсветка, всё, классно, классно. Теперь мне нужно переключить в 45 градусов. Для этого всего лишь я использую откручивание вот этого вентиля и нажатие на курок. Так, а на аппарате всё это нужно теперь аккуратно перевести на 45 градусов. До щелчка. Как проверить, правильно ли он пилит? Давайте-ка лазер включим, мы всё сейчас увидим. Лазер нам всё покажет. Смотрите, вот как я пилил, и вот как лазер правильно располагает. Отпилю первые заготовочки и откалибрую, тем самым аппарат проверю, правильно ли он 45 градусов нам отмечает. А теперь запиливаю ещё одну заготовку, и мне нужно будет проверить ровность 45 градусов угла. Ну, а что сразу заметил, лазер периодически приходится протирать. Его закидывают опилками. Сейчас я проверю. 45 градусов, смотрите. Потихонечку подъезжаем. Очень плохо слышно в наушниках самого себя. Так, теперь я запиливаю все остальные бруски по образу и подобию, замеров тех, которых я уже сделал. Ну, посмотрите, а в конце мы с вами соберём картины, и я вам кое-что покажу секретики из своего художественного прошлого. Возможно, вам они пригодятся для вашего будущего творчества. Ещё есть пара важных моментов, о которых я вам не рассказал, друзья. Просто потому, что я ещё сам на опыте неопытный. Для меня этот аппарат, это пока новинка. Посмотрите, как сосна бросает смолой хорошенько. Так, новинка вот в чём. Некоторые моменты, конечно же, не знаю, и это нормально. По ходу работы с ним я начинаю приобретать какие-то навыки и опыты, и приобрету их в дальнейшем. Например, такой момент. Прежде чем во время пиления диск не остановился, поднимать циркулярку не стоит. Нужно дождаться полной остановки диска. Я пока это не соблюдаю, потому что опыта нет. На самом деле это правильно. Тогда не будет ни задиров в дальнейшем, не будет никаких проблем с тем, что может поднять заготовку и так далее. Диск новый, поэтому задиров никаких нет, но знаю на опыте, опять же, из циркулярок, которые уже видел. Ребята делают сюда брусок, кладут, либо ДСПшку, фиксируют её там. На этой ДСПшке пропиливают щель, и когда брусок подставляешь к ДСПшке, она проходит сквозь щель, она задиров с той стороны никаких уже не оставит. Это вот второй момент. Я проверил 45-ки, мне очень понравилось, всё крепко, всё здорово. Не проверил только горизонты, то есть если пилить ровный 90-градусный угол. Какие горизонты? Что я несу? Откуда я эти фразы беру, горизонты? 90-градусный угол, его я ещё не проверил. Сейчас нужно это сделать, для того, чтобы просто знать, насколько точно откалибрована наша пила. Модель называется Ресанто торцовочная пила TP255PL. Ссылки я вам оставлять не буду, потому как это, сейчас опять скажу, что это не реклама, и мне прилетит тысяча лучей добра от хейтеров. Поэтому найдёте это в интернете, да везде, в любом магазине, где хотите. Я в биске брал. Так, для переключения теперь в 90-градусный диапазон, также нажимаем на курок под ручкой и переводим аппарат на ноль. Всё, до щелчка. Так, теперь я должен закрепить по лазеру, а я могу даже вот так закрепить. Поближе. Лазер остался опять на бруске, но всё потому, что толщина пильного диска, она как раз идёт по лазеру. Просто за вибрацию он съехал обратно. Так, сейчас всё ровно мы видим, да, но мы не знаем правды. Чтобы узнать правду, нужно просто взять вот этот брусок, перевернуть наоборот и опять подвести. Соответственно, нам становится ясно, что 90 градусов здесь соответствует правде. Так, напиливаю дальше, потом буду рассказывать. Короче, мысль вот такая, ну, не знаю, на крайний случай, если не понравится дочери, можно просто рисовать, например, простые портреты, картины, всё, что хочешь. Вот. Но я сделаю пока вот такие два одинаковых и один побольше. Сейчас соберу их в кучу степлером, натянем на них полотно и всё. Ну, а теперь мне хочется немножко вам показать отходы производства. Вот столько налетело не понять куда, то есть мимо шланга. На полу, конечно, не так много, но на столе нормально. Я думаю, что каждый аппарат так и выдаёт. И лазер. Лазер, кстати, мне понравился, его только смолой забрызгало. Вот косяк в чём. По лазеру я ориентировался, мне это было удобно. Не знаю, наверное, на всех аппаратах лазера есть. Органы управления проблем никаких я не обнаружил. Ну-ка, мотор-то хоть нагрелся? Ха-ха, мотор. Да он не успел нагреться ещё. Ничего особо. Не, ну он тёпленький, но он не горячий. Что ещё можно сказать про 45 градусов, как пилить? Я уже попробовал. Здесь просто откручивается вот этот шпендель, опускается вот по шкале, как вам это необходимо. Шпендель закручивается. Всё, рабочее положение. И вот он опилит 45 градусов. 45 под 45, можно 45 под 90. Вот и всё. Кстати, как оказалось позже, друзья, мне не нужно было отрывать скотч, вообще разбирать его, потому что у меня шланг просто вот так втыкается в аппарат, и всё нормально. Но, коли уж разобрал, то разобрал. Я забыл единственное сделать косауры. Это фанерные треугольнички, которые сколачивают в единую конструкцию наш прямоугольник. Сейчас я это сделаю ещё, напилю их из фанерки, и на этом с аппаратом мы с вами уже познакомились. Собственно, всё, что о нём можно было рассказать, я рассказал. Так, братан, настало твоё время. Сделай всё красиво. Неверная команда. Эй, алё. Начинаю уборку. О! Сделай красиво. Так, ну а мы продолжаем браться. Смотри, 45, видела, как делается аппарат? Да, да. В идеалку прям. Круто. Так, берём уголочек, прикладываем. Сейчас прям вспоминаю свой худграф. Этим я занимался пять лет. Вы сами делали холсты? Конечно. А кто тебе будет подрамники колотить? Ну, можно сказать, что... Готовые. Нет, можно купить, но мы студенты же. Там и зародилось моё стремление делать всё своими руками. Кто не умеет и не хочет, можно было им сделать. А как вы выпиливали вот это? Шаблон. В нём пропил. И ножовкой. Не было техники такой, да, как сейчас? Ну, конечно. Это мечта была бы у любого студента. Времена-то были другие, года другие. Первый подрамник готов. Просто посмотрите вот этот 45-градусный угол. Ну, это искусство. Первая готовая картина. Ну-ка давай, сделайся в подрамник. Так, друзья, ну умысел вы поняли, да, мой? Всё, картины сколочены. Сейчас мы их тканью обтянем. И всё это дело за... Какая-какая? Клофелинем. Как это называется? Жень, за желатинем. Да? За крахмалем. Да, на крахмаленное всё будет. Завтра это будут барабаны. Я вам покажу утром. Я сейчас покажу, как мы это сделаем сначала, чтобы вы знали, как делаются подрамники. А потом ещё покажу, что будет утром, когда это всё натянется. Вот, получилось. Вот такие подрамнички. Так, всё делаем водный. Или как это? Водную баню. Паровую. Паровую баню. Паровую баню. Сейчас наливаем воды. Он хочет до последней капли всё. Всё, вставлю на водную баню. Она будет кипеть, это будет растворяться, и после чего здесь будет жидкая субстанция. Почти готово. Внизу немножко он ещё не растворился. Всё, идём рисовать. Теперь нам просто надо всё это намочить максимально хорошо. И это завтра просохнет и станет барабаном. Потом сверху ничем не покрывают? Ну, есть два варианта. Можно покрыть это акрилом. Как правило, я этого не делал никогда. Потому что потом просто берёшь карандашом, построение делаешь предварительно. А на вот эту вот фактуру ложится нормально краска, да? Любая? Да, да, но это, по сути, мы сейчас делаем подготовку под... Ну, типа грунтовку. Да, слушай, в наших советских ваннах было удобнее. Мы на раз нанесли, но нужно второй раз. Видишь, они уже какие стали барабаны? А были какие? Ну, были просто тряпочка. А теперь смотри, как они уже серьёзно. То есть просто я сейчас держу, а ты крась на нём сверху. Вот сейчас надо нанести везде, и причём по краям тоже. На второй раз покрасим, и завтра уже у нас можно будет на нём рисовать. Так, ну всё готово. Смотрите, просто барабаны. Для наших дорогих зрителей в ближайших выпусках мы обязательно с вами поделимся, что мы придумали изобразить на этих картинах, где их повешать. Друзья, я очень рад был с вами сегодня увидеться. Как я и обещал, на этой неделе будет ещё выпуск. Поэтому до скорых встреч. Увидимся буквально через пару дней. Всё, пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»